В Московской области открылся для движения первый участок новой трассы М-12, Москва-Казань, между Центральной кольцевой автодорогой и Федеральной магистралью А-108, Московское Большое Кольцо. Этот отрезок выступает платным дублером дороги М-7 «Волга», позволяя объехать заторы возле Ногинска. Проезд организован по трем полосам движения, а максимальная разрешенная скорость для легковых автомобилей составляет 110 км в час. На возведение участка ушло лишь около года. И, конечно же, появление такой дороги в таком густонаселенном регионе, это означает и более быстрое сообщение, и более комфортное, и более безопасное сообщение. Выигрыш по времени составит около получаса, причем независимо от направления движения – в Москву или из Москвы. При этом запуск так называемого нулевого этапа магистрали носит не только практическое, но и символическое значение. Вся трасса 811 километров. Вроде бы сегодня мы сдаем 22 километра и небольшой участок, но это самый первый участок. Это, по большому счету, мы вот дали старт сдачи объектов эксплуатации. В этом году мы еще сдадим два участка больших. Это южный обход Владимира 26 километров и от Петушков до Владимира 56 километров. Что касается открытого сегмента, то стоимость проезда по нему составит от 89 для легковых до 267 рублей для грузовых автомобилей. Автомобильная дорога М12 Москва-Нижний Новый Ротказань является второй дорогой в России, которая оборудована системой безостановочного взимания плата «Соботный поток». Ключевые отличия от классической барьерной системы состоят в том, что оплату можно произвести и происходит тарификация в движении без остановок, без снижения скоростного режима. Для реализации системы на протяжении всей трассы будут установлены 19 рамок, которые будут считывать номера и оценивать габариты проезжающего транспорта, а также списывать средства со счета транспондера. При отсутствии транспондера свободный поток запишет долг по номеру машины, а дальше автомобилист оплатит проезд удобным ему способом – в центрах поддержки обслуживания или на сайте компании «Автодорплатные дороги», в банкоматах «Элекснет», через «USSD-запрос звездочка 390-решетка», на сайте сервиса «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете на портале «Госуслуги». Но это уже после вынесения постановления о правонарушении. Продолжение следует...